В Наринмаре состоялся шестой съезд оленеводов Ненинского округа. Он собрал за одним столом представителей сельскохозяйственных производственных кооперативов, колхозов, семейнородовых общин со всех отдаленных уголков Заполярья. Что больше всего волнует оленеводов и как власти будут решать острые проблемы, расскажет Любовь Пермякова. 26 делегатов из 10 сельскохозяйственных кооперативов, одного акционерного общества и пяти семейнородовых общин на шестом съезде оленеводов Ненинского округа приветствует глава региона Александр Цибульский. Уверен, что сегодняшний съезд позволит нам обсудить эти вопросы и выработать подходы для этой работы. Я очень рад, что у нас этот год, как вы знаете, по желанию жителей объявлен годом оленеводств. И мне бы очень хотелось, чтобы этот год не остался на уровне пустых разговоров и написания многочисленных бумаг, а все-таки мы завершили конкретными мерами и к концу года могли подвести итоги и понимать, что мы сделали какие-то практические вещи, которые улучшили оленеводство как отрасль, как вид традиционного хозяйственной деятельности, но и в первую очередь понимать, что этот год прошел таким образом, что каждый оленевод стал чувствовать себя лучше, уверенней и смотреть в будущее с оптимизмом. Пока с уверенностью смотреть в будущее у оленеводов не получается. Нерешенных проблем в каждом оленеводческом хозяйстве много. Большую часть из них озвучил руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива «Ижимский оленевод» Константин Личутин. Остреный недостаток кадров. Кадров-то отчего? Ну, когда денег платить не можно. То есть в первую очередь мы сокращаем, вот сейчас здесь минимальная оплата труда, мы сократили там 10, сколько говоря, сторожей, лошадь, ну, все чего-то, да. Следующие подбились специалисты. Также, по словам Константина Михайловича, в округе отсутствует четкий механизм эффективного сбыта продукции оленеводства. А как его сбывать, если округ закрыт? Округ закрыт для внешних рынков вообще. 20 лет подряд уже закрыт. Мы не можем, мы не выйдем никуда. Почему? Потому что сегодня, если мы здесь реализуем по 300 рублей, 310, 300 вместо комбината 300, то оптовая цена у нас 250 рублей в Питере, в Москве возьмут. Но порядок так сделан, что мы получаем, что мы тоже реализуем на мясо комбинате. И вот он 780 принял, он хорошо живет. А остальные 800 тонн куда? Парни никому не нужно выражаться или не воды, что они никому не нужны. То есть надо выпускать, надо открывать дверь и выпускать. Выпускать, но экспорт. Да, экспортным потенциалом, 3 хозяйства обладают, там, кутилища, режимов, и для него так обладают потенциалом. Остальные нет. Остальные завязывать могут и не рвать. Но у нас строительный убойный пункт, и надо откладываться. Новый убойный пункт в прошлом году построил кооператив ЕРФ. В итоге такая модернизация для хозяйства обернулась трагедией. Весь 2017 год прошел в тяжелейших судебных тяжбах с окружной администрацией. Ну, вы сами знаете, что происходит. Для него строительный убойный пункт. На среде были еще возможные договоренности, окружная администрация, в лесу Белака, в Селево. Слово, будут возвращать частью возврат, подмечения всего, может, и будет. Ну, как бы мы все построили, все это расстояло, как призрачный мираж. Никто ничего не хотел платить. Даже вот такая вещь, как дотация за данные места. По новому закону, который тут же был спешно принят, альюны из ПТАЕРФ, они имели право его просто получать. Своё право кооперативу ЕРФ пришлось доказывать в Верховном суде. В итоге суд они выиграли. Но недоверие к окружным властям осталось. Ответ перед оленеводами держит глава региона Александр Цибульский. Я, во-первых, со многим, что сказал, кстати, 26-26. Спасибо ему большое, потому что он снял с меня задачу не подключить вещи озвучивать. Я считаю, что они вернут. Ну, вот первое ощущение, мы сегодня так поговорили, откровенно всем довольное слово, кто хотел выступить, что она проблема. Ну, большая часть из них, но и слональный характер, который решается на уровне руководства, испыкает других объединений. Действительно, надо разбираться с этим. Но вообще проблема-то она намного больше. Ну, во-первых, слава Богу, что действительно этот год оленеводской власти есть возможность и направлено этими проблемами позаниматься. Но меня, честно говоря, немножко смущает наш департамент. Скажу вам честно, и к нам не планирует, но сейчас немножко вас притиховать, не обижайтесь. Дело в том, что мы, если не будем четко понимать стратегию развития оленеводства по подросту, мы, в принципе, не сможем через себя. Мы будем бесконечно затекать локальные проблемы, которые возникают непосредственно в жизни каждого оленевода. Но мы не решим задачу. Мы потрачем очень много денег, а в результате все равно не дамеемся никаких целей. По словам Александра Цибульского, чтобы решить проблему оленеводства, у округа должна быть выработана четкая стратегия развития. Она поможет вывести отрасль на новый высокий уровень. Сегодняшние предложения оленеводов окружные власти услышали. Они войдут в итоговую резолюцию съезда, которая станет основным инструментом к действиям. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал Север.